Всем привет! Вы опять слышите Лёшу Халецкого и это шестой уже тур моего седьмого дуэльного турнира. Сегодня я играю с Тутанхамоном, тоже, я думаю, знакомый вам по моим видео игрок. И у нас карта Борея. Это такой, видите, регион с тундрой и лесами. Ну, я уже перед турниром тренировался на этой карте, если я себе представляю, то есть будет в середине такая тундра, леса, а сверху и снизу снега. То есть довольно сложно. Ну и похожа она на перестрелку, то есть на такого формата, как перестрелка, а не пангея. Довольно сложно здесь будут вывести варваров, практически всегда они будут. Ну вот на стройке, как всегда, турнира у нас нет, городов, государств и так далее. Ну а сейчас врезка, как мы выбирали нации. Итак, вот выбор наций. Моего соперника выбор из Византии, Турции, Индонезии и Рима, но я уже знаю, что он Рим взял. И у меня Марокко, Португалия, Голландия и Карафаген. Конечно, моему сопернику немножко получше в данной ситуации выпало. Напоминаю, мы играем на Борея, карта Борея. Это как перестрелка, только при этом там много тундры, сверху и снизу снега, то есть такая холодная типа карта. Ну, я думаю, что Голландия точно никак не пойдет там. У меня очень большие сомнения, что в принципе там будет... Ну, пустыни точно не будет, то есть на поймы нету смысла рассчитывать. То же самое касается болот, поэтому смысл. Ну и карта вообще не морская ни разу. Португалия, та же самая фигня. Марокко, я бы, получается, остается только Карафаген. Потому что, во-первых, когда ты берешь Карафаген, очень велика вероятность, что тебе сгенерируют горы и, соответственно, холмы. Что, в принципе, будет неплохо. Ну и способности, соответственно, тогда будут действовать. Да и уникальный юнит у Карафагена, этот слон, более-менее. Но вообще против Рима будет сложновато. Тем не менее, Рим-Карафаген. Ну, конечно, Рим получше, по моему мнению, чем Карафаген. Все-таки, во-первых, бонус в 25% к молоткам, к тем зданиям, которые уже построены в столице. Это очень неплохой бонус. Ну и, во-вторых, оба уникальных юнита. Слушайте, а я что, тут что, море? Прикольно. Слушайте, если я на внутреннем море, это прям класс будет. Я даже никуда отсюда и не пойду тогда. И смотрите, и оленей дофига. Офигеть. Слушайте. Побережье, побережье. Так если это море, надо тут ставить. В любом случае, еще два ресурса морских. Правда, гор не видно, который я надеялся, играя за Карфаген. На, который я надеялся. Ну, блин, не знаю, ставлю тут. Мне нравится это место. Не на холме, конечно. Но возможность отъедать морскими караванами никогда не помешает. Так. Естественно, в связи с тем, что у нас стратегический баланс, то я сразу пойду в животноводство. Хотя, помните, в прошлой игре я брал пантеон на лагеря? Тут, я смотрю, он тоже. Ну, вообще, это тундра. Игра тундра. Тут вообще дофига должно быть лагерей. Поэтому я думаю, знаете, что сразу пойдем после животноводства кончарное дело и попробуем. Не, ну, обалдеть. Это реально внутреннее море. И тут, похоже, есть куда города ставить. Я сейчас прямо вокруг него чисто исследую. Слушайте, мой соперник тоже на внутреннем море где-то поставил. У него даже меньше очков. То есть у него больше, наверное, еще одна клетка. Блин. Я-то думал, мне одному так повезло. Ну, у него сразу производство, но при этом нет еды. Странно. Ну, если он на холме, конечно, поставил. Интересный у него. Ну, это плохо в начале, когда ты не можешь расти. Тебе очень желательно, чтобы у тебя была еда хотя бы на... Чтобы вырасти до трех жителей. Так, ну, пока я вот тут еще вижу место. Ну, вот понимаете, вот для Бореи вот это не самое плохое место. Вот что вот так. То есть вот Борея, она вот такая. В принципе. Так, я сейчас даже попробую этих варваров позахватывать все-таки тут. Да, только вопрос идти в волю или в традицию. Вот в чем вопрос. Следующий... Ах ты, гад! То есть вот он на этом же море и поставил город. Ну, тут традиция по-любому. Но не гад. Если не традиция, а воля по-любому. Так, пускай, наверное, меня проатакуют. В начале хода я полечусь. Нет, не хочет меня атаковать. Так, лошади у меня есть. Это хорошо. Так, нужен воин. Ну, я тут постою. В любом случае, мне бы хотелось тут поставить город. Не знаю, что он боится, что я к нему туда пойду. Не очень. Так. Блин, мне бы, конечно, вот этих оленей, чтобы можно было обрабатывать сразу еду и молотки. Так, ну, он тоже открыл животноводство. Четыре хода, да, до присоединения оленей. Ну, конечно, проблема у меня, что тут будет на воде один из ресурсов роскоши. Прикольно. А с картами мы на одном внутреннем море на Борее. Еще что-то очень необычно. Так, что у него с армией? Ну, он, похоже, скаут. Хотя... Нет, нет, не построил. Это у него... Это у меня просто раненый... Раненый воин. Вот и он вырос. Но нет у него еды, зато у него производство. Но он на холме стоит, явно. Он стоит на холме. Так, надо будет следующим ходом купить оленей. Оленей. И знаете что? Мы построим амбар, а не святилище. Потому что амбар сразу будет давать еду. А если мы возьмем пантеон на лагеря, то еще ждать придется. Когда рабочий построит эти лагеря. А амбар сразу... Еда начнется, поэтому... Ну вот. Ну вот теперь он что-то построил, да. Ну вот и еда одинаковая. То есть он включил на производство, чтобы быстрее построить какой-то юнит. Ну вряд ли, что он поселенца строил. Потому что поселенец довольно долго строится. Ну вот если военный юнит он какой-то построил, конечно же. Так. Пойдем с этой стороны рассматривать море. Ну вот у меня вот тут место есть. И это место как раз в сторону соперника. То есть он явно на этом внутреннем море у него город. Раз мы так быстро встретились. Да, тут будет жаркая битва. Я думаю, игра будет быстрой. Ну вот видите, у меня уже больше производства, потому что двух оленей стал обрабатывать. Ага, вот тут интересные места. Где-то вон тут сверху. Может быть даже придется тут город поставить. Сейчас посмотрим. Так, сейчас у меня начнутся еще серебро обрабатываться. Блин, варвар не очень в тему. Ага, нет, здесь не очень. Здесь уже не очень места. Так, майнинг и пойдем в арчери. Ну он, наверное, тоже уже открыл. Да, игру эту. Слушайте, может лучше сразу арчери. Блин, а зачем я майнинг сейчас открывал? Кто-нибудь мне скажет, если я не буду в ближайшее время, у меня нет рабочего, чтобы этим майнингом воспользоваться. Блин, а открыл бы арчери, смог после амбара сразу построить... ...эту... ...лук. Так, ну что-то у него... Он все еще не вырос. Зато, видите, по производству у меня побольше. Но он какую-то армию строит тоже. Не хочу отсюда уходить, честно говоря. Потому что прыгнут сюда варвары. Зачем мне это надо? Ладно, вернемся. Надо будет, похоже... Уже начинается. Надо будет, похоже, взять честь следующую. Ну это, конечно, обычно у нас так. На варварах. Тут как раз вот через восемь ходов их сейчас вокруг меня дофига будет. Тут главное оленей держать. Так, давайте-ка вот так сделаем. Вырастим. Ну, начнем святилище, но как... Хотя, за три хода можно и построить святилище. А потом начнем строить... Может, сюда лучше встать? Лучше так и встану. Начнем строить лучников. Просто не хочу, чтобы они на этих оленей становились. Собственно, и... Сюда уберем... Ну, он амбар не построил. По производству одинаково. Ну, мне пока больше нравится, как у меня тут дела происходят. Шесть. Сейчас мы по максимуму... Видите, я не убиваю варваров, чтобы... Потом... Вот не хочется мне, чтобы он, конечно, становился на этого оленя. Он может встать. Прется вот мимо всех моих этих специально, чтобы на оленя встать. Может, и убивать его не хочется. Эх. Так. Давайте в железо пойдем. Тут я вроде открыл все, что хотел. Так. Да, стал таким. Снизу откуда-то его скаут пришел. Интересно. Ладно, этого придется, видимо, убить. Ну, следующим ходим. Хотя он сейчас уйдет, кстати, с оленей. Между прочим. О. Нормальненько. Еще, кстати, можно взять пантеон на тундру. Это тогда религия будет. Слушайте, я думаю, может, мне тогда действительно на тундру взять? То есть, если мы играем через волю, мы рядом. Тут, может, деньги-то поважнее будут. Как вы думаете? Я думаю, что да. Кто-то ему армию уже проредил. О, я не знаю. Блин, видите, он взял пантеон на религию. Ну, это крутая штука. У него деньги будут. Так, следующим ходом, да? Давайте рабочего, пожалуй. Так, понеслась. Сбор урожая. Тут пока постоим. Буквально ходик полечимся. Ну, вот уже 32 мы набили. Уже 39. Что у нас с железом? Есть. То есть, если что, пойдем во фрегаты. Так, давайте попробуем охоту. А потом... Вот это. Так, что у нас у соперника? У него проблемы с армией. Блин. А как он так? Блин. Я его зря туда пропустил. Так. О, все, посил. Ой, ой, ой. Чуть не то. Не взял. А мне почему-то советуют тут ставить. Ну, может быть, там третий город поставить. Второй лучше вот тут поближе все-таки. Причем я хочу начать обрабатывать серебро. Потому что я поставлю город, минус у меня начнется. Так, что... Подожди, я вот сюда поставлю этот в защиту и стоять. Так, что у соперника? Он, походу, второй город поставил. Да. Он, мне кажется, не брал честь, а он сразу уволил. Мне кажется, у него сейчас будут большие проблемы с... С... Варварами. Так, что явно честь не брал. Отлично. Слушайте, может, если у меня так с производством неплохо, может, храм Артемиды построить? Храм Артемиды, когда вы рядом... А, вот его город. То есть, он где-то там. Он не на море, но где-то там. Ну, в любом случае, значит, второй город сюда надо ставить. Без вариантов. Храм Артемиды тут будет в тему. Ну, мы пойдем в метко луки. Что открывает мой соперник? 38, 38. Непонятно. Так, следующим ходом... Нет, не следующим. Еще два хода. Ну, давайте, знаете, что сюда встанем. Будем уже стоять. Нет, нет. Не сюда, не сюда. Только сюда. Не хочу я убирать, честно говоря. Да и, видите, у меня с одним городом даже круче производства. Ну, практически все одинаково, как и у соперника. Одним городом. А у него уже два стоит. Не хочу я убирать, потому что я боюсь, что тут какой-то... Ну, мы же видели, что тут бегал скаут Рима, да? Он сам убился от меня. Так, два хода. Ну, один ход, собственно. На следующем ходу надо будет ставить город. Я подожду. Так, давайте прыгнем, посмотрим, что тут. Ну, этого оленя я отдам этому городу. Этих оленей. Слушайте, кстати, колясками можно попробовать еще. Потому что такая местность-то... Пробегательная. Просто карфагену уже не надо расти. Достаточно. Так. Пошли искать лагеря, откуда, собственно, они все на меня прутся. Ну, красота. Он армию поднастроил. Видимо, ему там варвары гадят. Нет, 40, 31, 35. Он в колесо вышел. Слушайте. Так, он, наверное, коляской сейчас начнет клепать. Знаете, давайте мы сначала в колесо. Ну, офига, я понял, что один ход остался. Но я сейчас ничего не буду строить вот из того, что здесь есть. А у меня вот четыре хода, и как раз Артемида. И... А, вот ты. Где? Так и знал, видите? Пойдем туда ловить этого. Чувачка, он куда-нибудь, наверное, сюда убежит сейчас. Ну, лошади мне нужны, потому что без лошадей колясок не будет. А лошадей у меня четыре. Ну, и что? Интересный ход. У него еще минус, по счастью, в империи. Так, надо будет попробовать его следующим ходом проатаковать. Он на равнинке. Ну, что вы прекращаете работать-то? Три хода. Ну, вот как раз я... Да, слушайте, я присоединяю лошадей и начинаю просто клепать коляски. Артемида у меня будет построена. Явно, Артемиду я раньше построил, потому что я сразу начал ее строить. У меня не было необходимости строить армию. Ну, вот он где-то сейчас, наверное, принял честь. Я так думаю, что выйдем, посмотрим. Видите, тут коляской очень неплохо пробегать у меня получается. И как раз в сторону соперника. Где там его скаут? Ну, да ладно. В принципе, мне все равно, потому что я все равно собираюсь колясками нападать на него. Ну, тут город стоит. То есть, вот сюда становимся колясками и... Пофигу на деньги. Кстати, мне надо будет еще сейлинг выучить. Ага, он письменность открыт хочет. Видимо, библиотекой взять своих вот этих вот. Ну, я думаю, что мои ранние коляски более крутая штука. А вот ты где? Я тебя дождался. Так, ноль. По счастью, у нас ноль. Ну, не знаю, караван. Не нужен рабочий, тоже не нужен. Давайте скаута один ход построим. Давайте. Из-за того, что у меня рабочий прекратил работать, потому что тут скаут, его рядом стоял, мне придется на один ход отложить. А, слушай, я совершенно забыл о этой особенности. Точно. У нас же бесплатные... Так это вообще класс. То есть, у меня сразу как бы торговые пути между городами. Вот уже одно золото мне за это дают. Так. Может так лучше. Денюшки шли. Коляски в два хода. Ну, вот у меня четыре коляски я только могу построить, к сожалению. Если быть точным, эксплуатационная протяженность линии московского метрополитена составляет 292 километра 900 метров. Это один из крупнейших метрополитенов мира. И да, это реклама Двагис. Справочник и карта городов Двагис знает 221 545 проходов и проездов в 15 городах-миллионниках России. С этим приложением вы не заблудитесь, так что заходите на двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу. Все равно коляски будут быстрее. В столице коляски. Смотрите, вся перехода, может одну. Нет, все равно давайте. ну давайте амбар тоже построим. Стоит, лечится в углу, в уголке, я бы даже сказал. я тебя достану. полечимся пока, полечимся и пойдем в ту сторону смотреть. Ну вот у меня уже минус по золоту пошел. Соперник, я уверен, строит библиотеку. Так, у него уже производство повыше. А городов у него сколько? А, он третий город поставил. Но, я, видите, по временю с третьим городом я сначала построю коляски, а потом уже поселенца. Ну, смотрите, вот тут мы... Блин, хотелось бы, конечно, на побережье поставить, так как у меня такая классная особенность. Опаньки. Как я хорошо утику-то поставил. Ничего себе. Так, слушайте, а нафига мне тут тогда амбар, если у меня Виктория? Куда там его скаут убегает постоянно? нафига мне нафига мне нафига? Но везу-ка-базу-ка вообще реальная. Так, ну, не знаю. Давайте глянем, что у нас тут еще. Тут у нас антиум. Надо будет сейчас спасать. Да, ну у него нет денег покупать эти клетки, не у меня. Я, кстати, не думаю, что вот в данном случае Виктория очень важное чудо прям. Слушайте, мне важнее, наверное, открыть сейлинг сначала, а потом уже меткалуки. Надеюсь, его скаута там схватят. Ну, давай. Не хочешь скаута обстреливать? Так, жаль. Буду тут стоять. Ну, я думаю, его скаута убил этот копейщик. Так, в всяком случае, я хочу в это верить. Так, лечимся. Ну, что. Антиум надо попробовать. А так, он, блин, на холме стоит. И этот на холме. Ладно, этих юнитов пойдем в защиту поставим. Блин, минус. Карфаген вырос. Не в тему. Мне надо сейлинг открыть и лодки тут поставить, а потом уже констракшн. Ну, так пока ровненько выглядит. Ну, вот и библиотека. Ну, что, взял? Да. Открыл свой этот айронворкинг. Но, по-моему, там нужно все-таки железо, да? Да, нужно железо. Сколько у него ресурсов железа? И могу ли я их разграбить? Ага, у него Рим где-то вот тут стоит. Вот на этом внутреннем море. А это он против меня, типа, два города поставил. Так, давайте-ка вверх сбегаем, посмотрим, что тут за территория. Стоит ли мне туда город ставить? А то у меня как-то... Ну, ему еще надо построить, правильно? А я уже могу атаковать метколуками. Блин, не успел. Колясками и метколуками, в смысле, атаковать уже могу. У него здесь лучник стоит. Так, и тут амбар построили. Так, это он городом стрелял, а вот тут у него еще лучник был. То есть, он вот с холма, а тут холм у него. Нет, не будет лучником обстреливать. Раз, два, три, четыре. Пробуем лучника сначала убить. Че, реально отступает? Эх, лечилки не будет, жаль Так, ну и что тут? Ну, тут нету, к сожалению, ресурсов роскоши, поэтому ставить там город не очень хорошо Так что буду вот здесь, вот сюда, тут мрамор у нас, олени те же есть все-таки Что-то у меня сомнения по поводу возможности взятия того города Ну да, как-то так Так, один ход до сейлинга как раз построится колесница и можно будет... Так, а что у нас с лечилкой? Вот здесь будет лечилка Здесь в зависимости от того, как обстреляют Так, подождем тогда Как он меня обстреливать будет? Этим встанем в защиту Что-то с армией Он пока еще своих этих не построил Ну, то есть я правильно пошел в атаку Ой Ну блин, ну Леша Оле-оле-оле-о países Хашля Лечилки у обоих, блин, ну И что я сделал? Просрал все Все просрал На ровном месте Готов, главное, был к этому Рассосредоточение просто Я рассосредоточен Продолжение следует Еще лошади Всего два Две, в смысле лошади Так, у него там вон Нихрена себе Пятьдесят первый ход Ну, отлично, блин А, ну хотя, что я Пятьдесят первый ход, нормально Ай, блин Ну, сейчас у него деньги появятся Да, купить клетки Может мне не лезть на него Но лучше пойти Лагеря Эти варвары захватили рабочего Мне же деньги нужны Блин Не, ну это жопа какая-то Прямо скажу Да не, надо лезть Надо брать Анча Он тут Иначе Развитие выглядит очень грустно У меня Так что ждем Вот четвертую Колесницу Надо вот так обходить Сюда, 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 сюда ставить Еще и копеечек у меня будет Должен, по идее, брать Я так думаю Давайте еще одну Ходочую лодку И метков луков Начнем клепать Так, утика у нас больше не растет Все Просто завершен Здесь все в производство Ну Блин Подвесоны какие-то Отлично Меня не видит Да, вон уже Мечники пошли Но он пока не построил Мечника Как ни странно Так что я думаю Что это мой шанс Так, давайте дорогами соединим Деньги мне уже Не понадобятся Походу Ну вот главное Метка луков открыть Так, а те жалко Что они сейчас не открылись Ага, тут воркболт Да, еще один воркболт Почем Пускай рыбу еще обработаем Давайте после констракшена Попробуем еще оптику Сомнения У меня, конечно Что она откроется Но Так, постоим здесь Так, отлично Открылись Метка луки И следующим ходом Начинаем атаку Значит этого сюда Этого сюда Этого сюда Этого сюда Просто тупо Везде Метка луки Пускай попробует Отбиться Так, тут пока Постоим Я хочу Все Я не хочу Чтобы он Сейчас сюда Оттянул Армию Так Давайте-ка Подставим Антюм Копейщик Отлично Общий Постой Этого Стоит Я думаю Этого убьют Возможно Да, видите, как я думал, этого начинают обстреливать. Ну вот на его место и встанет следующим ходом. Так, дорога построена, дорога построена. Тогда кумы уже проще берутся. Нет, лечилки тут не будет, хотя всякое может быть. Ну это единственный мой шанс, вот ранняя такая атака благодаря Артемиде. Потому что выглядит так, что развитие у моего соперника будет круче. О, кстати, я походу точно… он у меня… Виктория заберется сама. Фаст-кликер, конечно. Тут Махамон, прямо скажем. Ну блин, мне кажется, должен браться. Ой, тут лечилка. Так, надо будет отступить, полечиться и вернуться обратно. Нет, тут мы даже не будем стоять, пытаться что-то с варварами сделать. у нас другая забота. Так, дорогу строим, и тут дорога. Лучше. Так, дорога. Редактор субтитров А.Семкин А.Кулакова Так, мне нужен копейщик. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ладно... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тут Генералы важны Так что... Warrior Code Еще один Генерал Сейчас мы сюда крепость поставим Блин, ну Леша, ну как можно быть таким дебилом отмороженным? Леша, ты дебил! Надо этот лес вырубить. Леша, дебил, Леша. Ну уже коляске нету смысла строить, потому что метколуки сильнее, и благодаря дорогам я и так буду добегать. Пускай видит коляску и боится. У него тоже уже, наверное, два генерала. Ну, понимаете, вот я ненавижу эти игры, когда мне приходится на кого-то нападать. Чувак сидит просто спокойно обороняется. Что ему делать? А проблема в том, что я не могу не нападать, потому что с развитием у него лучше. Вот у него повезло так, ему лучше будет с развитием. Пускай обстреливает. Он может только городом эту коляску обстрелять. О, мрамор. Надо идти мрамор обрабатывать. Так, из города он уже обстрелял. Поэтому давайте... Ага. Тут же не холм, не холм. Вот сюда встанем. Тут зона контроля. Он не может атаковать, буду стреливать. А тут будем беречь. Надо успеть поменять. Ну, блин, этот фасткликер, конечно. Еще и фасткликер. Ага, не хватает ему. Это хорошо. Давай-давай, убирай. Ну, ему, похоже, там варвары как-то досаждают. Видите? О, наконец-то. Ну, нафига она мне, блин? Мне производство нужно. Если бы были это копии, вот это было бы классно. А так у нас будет производитель копейщиков. Куда сюда будет крепость ставить? ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok Все, ход закончился. Ну, в принципе, не так уж и слабо. У него, кстати, несчастья нету. Так, сейчас будем спасать рабочего. В первую очередь лечимся, стреляем. Отлично. Так, дорога за один ход не захватывает. Блин, надо было туда этого метколука вывести, поставить. Продолжение следует... Блин, если сюда сейчас встанет варвар, ну трындец. Продолжение следует... Не встал. Чего так муторно все? Чего так муторно? Чего так муторно? Чего так муторно? Что? У Students? Катерези? У unrealistic accordingly. Л fluorохнил! По р SBG мутор, демиа. И не берется, прикиньте Не, ну это, блин, это какая-то подстава реально Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 То есть я его просто отвлекаю на этого юнита Вот чувак походил в конце хода, между прочим, атаковал мы его Что мы вроде договаривались не делать Так, счастье наверное возьму Надо вырасти еще немного Я вынужден отвлекать на свои войска, чтобы он обстреливал Пытаться их спасти, но только чтобы он не город обстреливал Понимаете? Фаст кликер Обломился Ну пошла атака Я бы тут поставил сейчас крепость, но не могу, потому что деньги нужны Два хода до стены Так, надо этого вот чувачка убивать Что, сложно атаковать, да? Сложно? А мне с лесами и вот этими холмами каково было Готов Я тоже, блин, умею фаст кликать Да, неплохо, неплохо Я тоже, блин, умею фаст кликать Я тоже, блин, умею фаст кликать Конь Так, надо будет следующим ходом вот эту сюда ставить И крепость О, блин Тварина пришла грабить меня тут все О, блин Вдох О, блин О Нет, денежки появились. Ой, я зря подставил. Вот, что-нибудь тут это. Ну, отлично. Так. Надо оптику открыть. Все, я верно открываю, потому что это мне производство даст. Потом письменность и деньги. У меня, в общем, примерно на 5-6 ходов наука есть. Письменность. 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 Так, еще деньги появились. Да-а-а, тут трындец, конечно. Нет, только не мрамор. Да-а, тут трындец. 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 Ну, блин, если он берет утику, то можно сдаваться. Сами понимаете. Что тут ловить уже? Ну, это, я считаю, это нечестная игра вообще ни в каком месте. Вот что, что я сделал не так? Что в этой игре было не так с моей стороны? Только если Рим отдал, вот это единственное. Ну, блин, что значит отдал? Я забанил те нации, которые еще были сильнее на этой карте. С тем же успехом Рим и мне мог достаться. Просто, вот понимаете, именно такая ситуация, когда все от местности зависит и все. То есть антиум я должен был брать, я лучше него развивался. То есть человек не понимает, что ему надо идти в армию сначала, проще. Ну, фаст клик и три раза, три раза. Что мне сделать? Ладно, спасибо, что досмотрели до конца. Просто вот неприятно такие игры проигрывать, где решается не на умение человека, а вот на быстроте реакции. Взял бы я тогда антиум в любом из трех ситуаций и все, и совершенно все по-другому было бы. А играть по шагу, именно по шагу, тоже не совсем верно. Тут хотя бы мы убрали шифт ходы и вот эти ходы на последней секунде, чтобы двойные ходы не были. Но так откровенно, вот я не считаю, что соперник был меня сильнее в данной игре. Это вот чистое везение ему. Ну, ничего, я думаю, его нахлобучат в следующих турах. Более сильные соперники, чем я. Я вот ставлю на то, что конец турнира у меня будет больше очков, чем у Тутанхамона. Вот посмотрите. Я просто сейчас предсказываю. И он дальше не выиграет ни одной игры. Чистое везение. Ну все, на этом все. Спасибо, что дострели до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры.